У центра Велес нет аналогов в России. Здесь помогают диким животным, которые пострадали от рук человека или от лап других зверей. Сейчас здесь проживает более 200 животных. И в целой серии выпусков мы постараемся максимально близко вас познакомить с обитателями Велеса. Российский карантинный центр таких животных Велес был создан в 2007 году. Тогда он еще так не назывался, это была просто волонтерская организация, волонтерское объединение. Хотя волонтерское оно и на сегодняшний день, но в 2009 году был центр образован, уже подтверждено его существование как юридического лица. А сколько за это время животных прошло? Наверное, очень большое количество через ваш центр. Можно даже сказать, наверное, что тысячами, потому что именно четкой цифры нет. Например, только выпускных медвежат было 23 медвежонка. На данный момент в центре 13 медвежат, это если только медведями считать. Огромное количество винтовидных собак, хищных птиц. В общем, очень большое, потому что на сегодняшний день почти 200 животных в центре находятся. В центре Велес у каждого животного своя особенная история. Например, этого ослика списали в зоопарке и хотели отдать на корм диким животным. Сейчас у него счастливая семья, недавно родился малыш, но пока его с мамой отсадили, потому что, как любой отец, он очень грозно воспитывает своего ребеночка. А в этих двух вольерах содержится парочка влюбленных. Как и у людей, у влюбленных мишек случаются ссоры, и сейчас их разделили, развели по разным клеткам. Ну а скоро они по друг другу соскучатся и их вновь посоединят. А по каким причинам чаще всего поступают животные сюда? Причина основная – это люди. Это или люди, которые были за рулем транспорта, или люди, которые забрали дикого какого-то ребенка, животного у мамы, приживой маме, которая просто отошла куда-то. Это в основном северная олень, лоси, вот такая ситуация бывает, капканы, притравочные станции. Вы, получается, их спасаете сами, да, и вот волонтеры ваши спасают, потом лечите. И вот какой процент животных в итоге выпускаете в декуперуду? Можно, наверное, сказать, что процентов 70, кто сюда прибывает, 60-70 выпускаются. Потому что центр тоже, он не безграничный, и, безусловно, не всех животных, которых просят взять сюда, берем, потому что физически это невозможно. Например, один вольер для медведя, чтобы построить, это 5 миллионов рублей. Поэтому физически неважно, но центр, поскольку единственный в России, мы стараемся как бы по максимуму принять, кого можем. Но вот на сегодняшний момент, например, в центре два сотрудника и один ветеринар. Все остальные люди, которые помогают, это волонтеры. Знакомьтесь, это лебедь Сергей. С виду кажется, что он очень общительный. Но на самом деле он просто пытается напасть. Животное здесь буквально на каждом шагу. В этом вольере живет очень своеобразная девочка-люминия, Лосиха. И вы ей либо сразу нравитесь, или нет. И, как нам сказали волонтеры, если илюминия встанет на задние лапки и пригнет уши, стоит бежать. Ну что, ну-ну-ну, она тебе яблоко принесет. Сейчас она, наверное, яблоко принесет, потому что она бы быстрая очень, как в природе. Не успела заметить, как по голове копытом получила. Ну что? Волгом. Если что, придется прибить в домик. Главное, куда прям пройти, думаете? Думаете, стоит? Да-да, пока я буду. Да-да, пока я буду. Она у нас появилась в 2016 году, в июне. Нам привезли лосенка, которому было полтора месяца. Но 60% как минимум покусаны собаками. Ну, скорее всего, он с мамой шел по лесу. Маму собаки отогнали, она убежала. Лосенка погрызли, лосенка побежал в реку, начал тонуть. Рыбак ее выудил, выловил оттуда вот сюда, как раз МЧС. Потом МЧС передал и нам сюда привезли. Ну, говорят, зачем вы будете заниматься трупом? Три раза уже впадала, можно сказать, какая-то вообще как клиническая смерть была. И глюкоза на нуле, пульс на нуле, дыхания уже не было. С ней были ветеринарные клиники на капельницах, на постоянных уколах. Также вот здесь вот так вот вся-вся-вся. Плюс в правой ноге была сквозная дырка, можно вот так вот палец было засунуть. Поэтому мышцы там вообще не было, была выдана голова вся. Поэтому вот у нас такое оригинальное ухо одно, асимметричное. Потом сюда приехали. Также более чем полгода реабилитации, смазывали все раны. К зиме лысый лось был, потому что шерсти не было. Она была всю зиму в дальнем корпусе, в отдельной комнате жила. Каждый день я приезжала, мы выгуливались. У нас была зимняя куртка, потом весеннее пальто, чтобы не мерзло. Тоже так же мы сделали специально зимой 17-го года марафон благотворительный. Был бегу за Велес. Вот как раз вот Алюминька его возглавляла, потому что ей нужно было бегать, потому что у нее не было в задней ноге сверху мышцы. Вот, и нам нужно было эту мышцу создавать. Поэтому тут наворачивали круги, и мы за месяц пробежали больше, чем дистанцию марафона, больше 42 километров. Сейчас такая красавица, лось в настроении. Вот, но, к сожалению, не выпускная, но такой достаточно все-таки диковатый, да, Алюминьний лось? Поэтому 100% подомашние лось, они достаточно лояльно ко всем относятся. Алюминьний не как всем, но вам все-таки подойдет. О количестве неравнодушных к судьбам диких животных можно судить по дереву желаний. Здесь каждый посетитель Велеса может привязать свою заветную ленточку. Мы последуем по стопам мечтателей и тоже привяжем свою. Мне сказали, что чем выше ленточка, тем больше вероятность, что желание исполнится. Поэтому полезем вверх. Теперь точно сбудется. Сейчас мы идем к среднему поколению лосей центра. Вот это три мальчишки, им сейчас чуть больше года. Это так же, как наша Алюминька, это лосята-сироты с разных частей Ленинградской области, которые прибыли к нам в прошлом году на выкармливание. Все они прибыли в возрасте от недели до двух, ну совсем в маленьком. Вот их удалось выкормить. Сейчас такие достаточно. Уже взрослые дяденьки сейчас их увидим. И это лосятки, которые полностью здоровые, и они пойдут на выпуск в природу. Вот здесь у нас как раз три лосенка прошлого года рождения, 2017-го. Лосята рогатые, в отличие от нашей лосих Алюминьки. Потому что у лосей, в отличие от северных оленей, у девочек-рогов нет, у мальчиков есть. У северных оленей есть рога у всех. Вот зовут их Добрыня, горох или царь горох. И малыш Шурик, он же Шурик. По размеру, по весу в лосиной норме. Даже вот у нас Шурик и Добрыня особенно побольше вот этой вот нормы. Горошек абсолютно в лосиной норме, к выпуску готовые. Такие достаточно агрессивные лосята. Хорошо относятся только к тем, кого они хорошо знают. Например, если им даже морковку какой-то посторонний человек даст, то очень большую долю вероятности они ее даже не возьмут. Вот, если этот же человек зайдет за забор, он может не выйти. А что вы делаете, чтобы потом вот их выпустить? Вы, получается, в контакт не входите, да, с ними? У центра абсолютно разные животные на реабилитации с последующим выпуском. И немножко разные принципы. Например, если это медвежата-лисята, это минимальный абсолютно контакт с человеком. Вплоть до того, что если это маленькие, например, лисята в корпусе медвежата, то, что двери в боксе заклеиваются даже черным полиэтиленом, чтобы минимум они вообще человека видели. Вот, лося такие достаточно специфические животные. Выпускаются они после года, около года, когда им. И в течение этого времени в выкармливании ими обычно занимаются 2-3 человека, которых они хорошо знают, которые у них убирают, которые их кормят у лосей. Плюс еще в год немножко затирается память выпуск, когда в лес происходит. Буквально 2-3 дня, все, и они уже в лесу абсолютно адаптированы. Вот мы их стараемся, например, тоже всякие разносолы зимой не давать, а специально зимой даже режем те ветки. Вот, например, у нас рядом посадки кормовой кузи-ивы, которая без листьев зимой, потому что следующей зимой они будут абсолютно такую же иву есть сами в лесу. Получается, основная проблема на сегодняшний день – это прокормить, да? Это большое количество животных, которые вы уже вмещаете. Это, да, прокормить. И в основном это, да, финансы именно на корм. И также волонтерские руки, потому что у нас, например, в центре 20 копытных, им нужно на кормление веники. Веники волонтеры могут заготовить на холодное время года, и поэтому у нас сейчас пиковый сезон как раз в заготовке веток веников. Поэтому не только как можно финансово, с какой-то едой, с лекарствами помочь, но и приехать, и также нашим вениковым бою поддержать здесь. Здесь вот у нас сеня. Вот такого вот размера, вот, прямо вот один в один медвежонок был больше, чем в три года. Вот, его примерно ровесники вот там вот за сердцем, за значком «сердцем» ходят. У сенечки, к сожалению, были просто все возможные заболевания, если к человеческому приравнивать, это и гидроцефалия, воспаление лимфосистемы. Вот именно поэтому вот он такой маленький был. Не знаю, тоже это врожденное какое-то ДНК-заболевание, или из-за того, что все, вот, начальный момент взросления, он без солнечного света сидел на предравочной станции. Вот, потом его в Архангельской области выкупал центр, сюда везли. И, как бы, сказали, что он буквально несколько месяцев здесь проживет, даже в самых лучших условиях. Ну, вот, он прожил больше, чем два года здесь. Но благодаря ветеринарам и волонтерам Сеня прожил здесь свои лучшие годы. Даже после своего ухода он продолжает помогать людям. Сеня очень такой, ну, как медвежонок, необычный был. Медвежонок, у которого была своя комната в корпусе, своей кроватью. Вот, и вот у него здесь есть такой ящик, что если, например, у вас умерло какое-то домашнее животное, или сельскохозяйственное. Вот, ему можно написать письмо, и Сеня его передаст. Центру можно помочь не только продуктами и медикаментами, но и руками. Велес живет за счет волонтерской помощи и денежных пожертвований. Все необходимые реквизиты будут в статье под этим сюжетом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова